Обычно с актёрами мы встречаемся по конкретным новостным поводам. Это премьеры, это награждения, это какие-то неожиданные ходы. Но сегодня это просто юбилей. Юбилей Бориса Клюева. Добрый вечер. Мы будем говорить обо всём. И о премьерах, и о победах, и о поражениях. Юбилей Бориса Клюева. Вы встречаете работой неудачной, хотя вы и сами сыграли там блестяще. И отзывы об этой работе были, как мне кажется, у всех восторженные. Да, это так и есть. Не нужно говорить о том, что это не получилось. Это получилось, и это подтверждает, что ни одно поколение зрителей выросло на этой картине. Да, действительно, мы были в то время молоды, была прекрасная атмосфера. И именно всё это... И, конечно, я подчеркиваю, блестящая музыка Максима Дунаевского. Но, на мой взгляд, вот то, что я смотрю уже сейчас, я вижу очень много ляпов, и, на мой взгляд, не очень интересный монтаж даже. Вот, поэтому, наверное, так не нужно говорить о том, что это уж совсем очень плохо. Но я думаю, что можно было бы и лучше. Я слышал, что на съёмках этой ленты, потому что у меня очень многие были из людей, которые работали над этим проектом, как принято себя говорить, проектом, была такая гусарская, мушкетёрская атмосфера, что люди там веселились, выпивали, ни к чём себе не отказывали. Да, до сих пор не могу пить лимонную водку. А что-то лимонная водка была в Советском Союзе? Я думал, что это шведская. В то время это был огромный дефицит, и нам было дозволено это покупать. А так как у нас был закон, каждый приезжал, покупал бутылку, уезжал, покупал бутылку на всех, на всю компанию. То вот с тех пор не пью. Знаете, Александр Ширвин жаловался, что раньше приходилось всё время людей из цеха, из актёрского, как-то отучать от этого дела, вытягивать из каких-то вот этих алкогольных тем. А сейчас молодые, он говорит, пошли выпить не с кем. У вас как студенты? У вас студенты совсем не пьющие? Нет, ну я думаю, что Саша немножко преувеличивают. Всё-таки понятие выпивки актёрской, это совершенно другое. Это не имеет никакого отношения просто к выпивке. Это кураж, это хорошая атмосфера, это бесконечное количество историй. И я так пришёл в театр, мне рассказывали старики, теперь я уже на правах старика рассказываю молодым, веря в то, что и они это передадут, потому что в этом есть традиции. И это ни с чем несравнимое ощущение. Вообще, как бы, актёрская компания – это совсем другое. Ну, а студенты, во-первых, я не имею права сейчас им сказать, вот так вот, глядя в камеру, о том, что нужно выпивать. Конечно, нет. Я считаю, что нужно всё делать вовремя и к месту. Ну, а как вам вообще все эти инициативы со стороны Государственной Думы и многих чиновников по поводу того, что в кино надо цензуировать сцены с потреблением никотина, с алкоголем, что это является пропагандой нездорового образа жизни? Как вы к этому относитесь? Мне думается, что не надо перебарщивать с этим. Совершенно понятно, я сам не курю, и я, ну, не сторонник того, чтобы люди курили. Но нельзя перегибать палку. Вы знаете, я помню, когда в Америке это вот у них произошло из ресторанов, и все солидные люди стояли около урны, около большой на улице, стояли и курили, для того, чтобы потом опять зайти в ресторан. Ну, по-моему, это чуть-чуть глупо. Ну, наверное, может быть, создать какие-то рестораны для курящих, какие-то рабочие места для некурящих. Вот юбилейный июль. В принципе, каждый юбилей человек, особенно человек творческий, он прикидывает подводит итоги, что получилось, что не получилось. Давайте вот мы отрезок между 2014 и 2014 годом, вот между прошлым юбилеем и этим юбилеем. Что вот за эти 10 лет вы считаете у вас самого такого значимого, как принято говорить, произошло? Ну, трудно так сказать. Я, в общем, честно сказать, не подытоживал и не пытался анализировать, что удалось... Я думаю, вы про сериал сразу расскажете, что... А я через паузу, я хитро это делаю. Так, так. Вот. Но, конечно, за это время были интересные театральные работы. Был интересный Людовик, за которого я получил фаворита и в спектакле Малого театра. Затем, безусловно, это сериал «Воронин». «Воронины», за который я тоже получил... Тэйфи вы получили, да, в подоброженном году, да. То есть, вот, честно сказать, мне это было очень приятно. Мне очень было приятно, потому что Тэйфи все-таки это телевизионная премия, и как бы люди распределяют между собой, я так понимаю. Вот. Она ни к кино, ни к театру, так где-то рядом. Вот. И поэтому мне было приятно, что оценили так и мой труд в том числе. Потому что до этого «Воронины» фильм, сериал получил Тэйфи тоже. Вот. Поэтому, да, и судя по тому, как реагируют на это зрители, людям нравится. Нравится «Воронина». Я много езжу, и поэтому, честно сказать, вы не представляете, что творится в провинции. Вы не представляете, что творится на Украине. Ну, сейчас мы не берем. Ну, да. Вы же не про политику сейчас говорите, да? Да. И что было в Азербайджане. Ага. Честно сказать, я просто не... Я не ожидал, откуда... То есть «Воронина» знают надо всем, да? Все. И у всех это вызывает улыбку. Не желание поспорить о том, что плохо или хорошо, а вызывает желание... С «Воронином» все ясно. А давайте про Арбенина. Говорим про Маскарат. Ну, вы знаете, мне очень трудно говорить об этом спектакле, потому что, как бы, официальная премьера еще не вышла. Сейчас идут предпремьерные показы. Я могу только сказать одно, что я благодарен судьбе, я благодарен театру за то, что мне дали возможность прикоснуться с этой абсолютно удивительной, ни с чем не сравнимой по масштабу роли. Я счастлив, что мне, как актеру, вот довелось это играть. Вот уже, честно сказать, мне больше даже ничего не нужно. Знаете, вы упомянули Украину, и я сразу вспомнил, что в Фейсбуке... Не может же быть, чтобы это вы вели аккаунт в Фейсбуке? У вас есть... Нет, это клон. Это клон, да? Да. Но вы в курсе, и... То есть вы просматриваете, что... Нет. Нет, то есть вы вообще даже... Нет, нет, я... Нет, это... Дело в том, что просто достаточно... Ну, вот это, как называется, аккаунтом. Этот аккаунт Бориса Клюева, он такой очень политизированный. Да что вы? Да, здесь все вот как раз про Украину, про политику. Я знаю, что вы подписали письмо с поддержкой позиции президента по Крыму. Какова реакция коллег ваших была? Тех, кто не подписантов, так скажем. Нет, ну как... Это право каждого человека иметь мнение. Конечно, да. Если кому-то что-то не нравится, ради бога. Я считаю, что президент поступил правильно. Я считаю, что это не исконно русская земля, но там пролито столько русской крови, что мы имеем право на это гораздо больше, чем Украина. Тем более, которое, в общем, очень мало, что сделало для Крыма. Ваши студенты, да, из Крыма вы набирали летом. Да. Это решение было набирать там молодежь ваша собственная или вам посоветовали? Нет, это было мое... Собственно, я пришел к ректору и сказал, что это было бы здорово, если бы мы сейчас поддержали людей. И вот я бы приехал в Симферополь и должен вам сказать, что когда объявление было в Ялте, в Симферополе и в Севастополе о том, что приезжает Клюев набирать студентов, то шорох такой был, рассказывает, что это было очень здорово, воспринято 7. Вот, я отобрал пока трех. А в чем вообще вот по вашим ощущениям отличие не только богемной молодежи, людей, которые идут в профессию, а вообще молодежи нынешней и молодежи, ну вот, вашей волны? В чем вот, вы видите, каждое поколение, оно чем-то отличается. Вы видите эти различия или нет? Ну, конечно, вижу, потому что я один раз в 4 года набираю новых студентов. Да, да, вот как вы это передвижите? Конечно, я вижу. Ну, вы знаете, я вам скажу, что они, новое поколение, назовем это так, они очень хорошо знают английский язык и очень плохо знают русскую литературу. Разговаривать с ними практически невозможно. Даже роли в отрывках они выбирают по интернету, они книжку не берут. Да, ну смотрите, зато у них есть доступ сейчас, как у всех из-за интернета, к любому материалу. Они могут отсмотреть любое кино. Да, конечно. В наше время советское мы не имели возможности смотреть голливудскую продукцию. У нас только идейское кино достаточно представлено. И отечественное. Это плюс? Конечно, плюс. Нет, это плюс, безусловно. И как бы тут тоже не нужно ломиться от открытой двери. Но просто дело в том, что ведь мало смотреть. Нужно вырабатывать у молодого человека вкус. Вот я стараюсь этим заниматься. Именно вырабатывать вкус. Не просто все смотреть, что попадя, а именно вырабатывать вкус. И разбираться. И все равно. Я патриот своей страны. Я хочу, чтобы ребята больше знали то, чем гордится Россия. А это своей литературой, своей живописью, своими театральными работами, театральными деятелями. Никто столько не написал о театре и об актере, сколько русский. Да, но вы же знаете, какой то есть существует, что было то время, был тот театр. Сейчас все по-другому. Все, что написали, ныне неприменимо. Потому что изменились полные стандарты. В ноябровидении побеждает женщина с бородой. Все иначе. Это к искусству не имеет никакого отношения. Это скорее к шоу имеет отношение. Это разные виды искусства. А кстати, как вы относитесь вообще к слову шоу-бизнес? Потому что очень многие ваши коллеги, люди из театра, из кино, они считают, что шоу-бизнес это исключительно сцена и песня. А ведь на самом деле шоу-бизнес включает в себя все. И театр, и кинематограф, и цирк. Это все шоу, и это все бизнес. Это все деньги. Да. Конечно, и когда есть деньги, все это будет крутиться, безусловно. Я к этому отношусь очень нормально и очень спокойно. Понимаете, это всегда было. Я всегда за то, чтобы жанров в искусстве было как можно больше. И исполнителей как можно больше. Но так как я служу театру, я все-таки актер больше театра и кино, то я с нежностью и благодарностью вспоминаю, допустим, советское кино. Я не знаю, знаете вы или нет, но вот последний раз я был два года назад в Америке. Сейчас изучают советское кино. Американцы. Да. И что меня поразило, мне там даже предлагали работать. Читать лекции или работать как актеру? Нет, именно как преподаватель, мастер-класс вести. Причем не с студентами, а именно со звездами. Такие, как Марио Стрик, но она вообще просто, для нее система Станиславского, это первое. И многие другие. Я просто отказался, потому что я не могу полгода потратить на то, чтобы заниматься и здесь потерять что-то. Нет, я должен работать здесь. Они очень этим интересуются. И вот мы вместе с ними посмотрели, я не знаю, помните вы этот фильм или нет, «Дом, в котором я живу». Ну да. Где действия происходят в павильонах масс-фильма. Люди переходят из одной комнаты в другую. Коммунальная квартира. Они переходят. Переходят. Здесь трагедия, здесь счастье, здесь судьба проходит. Как интересен был сделан переход, когда наступила война и все изменилось. Вдруг неожиданное затемнение кадра. После этого начинает медленно гореть огонечек, который на заднем плане разгорается. И поднимаются фанерные вырезанные цифры 1941 год. Гениально по своей простоте. Но атмосфера точная, абсолютная. Вы знаете, я вдруг неожиданно с уважением стал смотреть этот фильм. И что-то там им объяснять. И до сих пор мой любимый фильм – это «Летят журавли». А в принципе, вы вот помните, кто для вас, ну когда вы пришли в профессию, кто для вас были, ну как-то принять, ролевые модели. Вот кто на вас повлиял. И что изменилось в оценках за прошедшие годы? Ничего не изменилось. Я по-прежнему… То есть вы консерватор. Я консерватор, да. Я очень… Я люблю, верю в то, что я делаю. Для меня Борис Николаевич Ливанов был и останется выдающимся актером художественного театра, но и просто актером. Актером, потому что те его работы, он уже в возрасте был, когда он играл Ноздрева. Дорогие мои, пойдите-ка сейчас и посмотрите. Вы нынешние нутка? Пусть посмотрят. Где сейчас этот актер? Нету их. Все вот эти распальцов… Это все ерунда полная. Вот возьмите и сыграйте это. Для меня, конечно, был из западных героев был Викторио Гассман. Знаменитый итальянский актер, на которого я был в то время немножко похож. Ну и сейчас, похоже. Ну, тогда там было кое-что на голове. И я, когда он здесь приезжал к нам и выступал в Доме кино, я пришел, я был совершенно очарован этим артистом. Когда он делал все, он читал высокую поэзию, он играл пантомиму. Причем там интересны были такие моменты, когда он делал пантомиму этого солдата, который идет бездумно совершенно. Идет на войну, на войну. И когда все это… Он понимает, что это совсем все другое, что это война, это ужасно, что это кровь, это погибает. И есть чувство страха. И когда вот он падает, и рядом с ним нога убитого человека. И он берет сигарету, закуривает, и спичку прикуривает от этой ноги. То есть вот трагикомедия, это очень здорово им было сделано. И, конечно, блестящий просто человек, он это знает, он это понимает. Вот в то время нам этого не хватало. И я как бы это сохранил на всю жизнь. А вот вы говорите, что театр – это вам ближе, чем кинематограф. Да. Ну, общее место, на самом деле. Очень многие ваши коллеги говорят, да, да, театр. Почему? Я все время не понимаю, славу же такую приносит, на самом деле, народная. Да, и популярность, безусловно. Популярность, да, это более точное слово. Кино – это энергетика, это из-за чего ты в театре… Все очень просто. Так. Театр – это твой дом. Кино, я, знаете, я в свое время определил, у меня и так иногда это бывает, я так иногда кидаю такие мысли, которые кто-то записывает и запоминает. Театр – это жена и семья. А кино – это молодая и красивая любовница. Театр – это вечно, он всегда с тобой. Кино, оно имеет свойство кончаться. И очень быстро заканчивается картина. И неизвестно, когда тебя пригласят еще куда-нибудь. И будет ли материал следующий интересен тебе. А театр – это всегда, это твой дом. Ты всегда можешь прийти, и всегда найдется роль для каждого возраста. Начиная от Ромео, кончая Королем Лиром или Фирсом. Дистанция огромного размера. Всегда. Поэтому театр – это, он мне близок. Ну, театр вот, он живет вот один день, один час, два-три часа. Вот как вы относитесь вообще к идее фиксировать на пленку, ну, раньше был формат телеспектаклей, вот снимать постановку? Потому что там ведь мы потребляем это не глазами зрителя, который выбирает на кого или на что смотреть, а глазами режиссера. Как вы вообще относитесь к этому формату? Имеет смысл какие-то постановки фиксировать на пленку? Архивировать как-то? В советское время была ли драма? И она очень много фиксировала. И благодаря этому мы смогли увидеть всех актеров. Женитьбу Сигару, какой был фантастический совершенно. Их много этих спиктов. Да, да. Поэтому я считаю, что всех стариков, допустим, хатовских, они тогда засняли. Это был целый цикл. Прекрасно. Сейчас можно смотреть и любоваться. Можно говорить, Кторов – великий актер. А посмотрите плоды просвещения. Вы можете так сделать? Ой, нет, всё-таки я бы, наверное, так не смогу. А он делает. Понимаете? Поэтому я к этому очень отношусь правильно. Это история. Историю нужно беречь. Я уже вам говорил, что у нас есть традиция заканчивать передачу игрой в правду. Значит, я объясню просто, как это выглядит. Здесь есть четыре фишки разных цветов. Вы выбираете слепую одну из них и такого же цвета вытягиваете карточку. На карточках написаны вопросы. Не про юбилей. Потому что эти карточки готовились не к нашей встрече, они готовились вообще. Поэтому про юбилей здесь не будет ни одного вопроса. Вопросы бывают очень разные. Поэтому я сразу говорю, что вы можете отказаться отвечать на вопрос. У нас всё равно будет три попытки. Поэтому мне всегда неудобно бывает, когда какой-нибудь такой, ну, совсем-совсем интимный бывает вопрос. Я поэтому абстрагируюсь. Всех предупреждаю. Не мои вопросы. Так, голубая. Любую голубую фишечку, то есть карточку, это вопросы на подумать. Так. Что вы обычно говорите людям, приукрашивая рассказ о своей работе? Первый раз такой вопрос, по-моему, попадается. Как вы приукрашиваете свою работу? Вот студентам... Я всегда говорю, что это очень трудно, но это прекрасно. Это приукрашивание? Конечно. На самом деле нет, только трудно. Понял. Понял всё приукрашивание. Так, опять голубая. Давайте отложим голубую, чтобы... А, нет, нет, вы всё равно уже, да, у нас всё по-честному. Мы уже выбрали голубую, давайте. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Да. Есть такая традиция? Да, я люблю традиции и всегда их соблюдаю. А зачем? Зачем сидят? Я не знаю. Ну, это передалось. У старшего поколения. Ещё поднять ножки и... Ой, я, кстати, не знал. Да, есть такой вариант. Нет, я на самом деле знаю, зачем сидят на дорожку, но с ножками вы меня озадачили. Сидят на дорожку, потому что имеется в виду, что ангелы слышат мысли, а бесы слышат слова. И то есть, чтобы обмануть бесов, мы садимся, и бесы думают, что мы никуда не едем, и мы их можем обмануть. А вот с ножками вот это надо будет мне теперь почитать, вы меня озадачили. А вы меня тоже озадачили теперь. Вы не слышали, да, про бесов? Нет, ну я, поскольку это вот не первый раз уже попадает в вопрос, я подготовился. Так, и третий. Интересно. Третий, последний. Красная. Любую красную. Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнёра без его ведома? Нет, никогда. Причём-то, что это женская история, да, копаться в вещах? Я думаю, что да. Нет, потом я просто воспитываю человека и всегда стараюсь быть гарантией в этих вещах. А как вы думаете, ну вот, женщины, с которыми вам приходилось быть, они копались в ваших вещах когда-нибудь? Или вы об этом никогда не задумывались? Нет, вы знаете, думаю, что некоторые копались. Не без этого, да. Я на прощание хочу подарить вам вот эту книжку. Она называется «24 кадра правды про кино». И в одной из следующих книг этой серии надеюсь, что наша беседа тоже будет. Обязательно. Юбилей будет точно, я вот точно знаю, что юбиляр не будет пить лимонную водку. Вот всё, что угодно может быть, любой лимон, и лимонной водки не будет. Да, точно. Поздравляю вас, и я на самом деле поздравляю всех ваших студентов, что у них есть такая ролевая модель, как Парис Клюев. Спасибо большое, Евгений, мне тоже очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!